А он вас как-то экстренно выселить хотел? Да. То есть внезапно приехал и... Да, да, да. В любой форме я себя делал. Именно поэтому, получается, у вас драка возникла? У нас драка возникла, конфликт из-за этого, из-за отношения. В общении с журналистами Денис Володин признался, ему не понравилось, как с ним разговаривал потерпевший. Это и стало причиной расправы. По версии следствия, попрощавшись со спортивной карьерой Владимир Паюл стал работать риэлтором. Квартира, в которой произошло убийство, принадлежала ему. Володин, он сдавал это жилье по символичной цене, заранее предупредив, что готовят его к продаже. Квартиру я один того позвонил, через риэлтора нашли квартиру. По предварительной версии, Владимир Паюл вместе с другим риэлтором и покупателями наведался в квартиру в день убийства. Проводив гостей, владелец жилья вернулся, чтобы напомнить Володину о веселении. Тот уже ждал его с топором. В ходе предварительного следствия было установлено, что к совершению данного преступления причастен Володин Денис Сергеевич. В результате противоправных действий Володина от полученных ранений Паюл скончался на месте. Тело мужчины обнаружила его невеста. 2 июня у них должна была состояться свадьба. На днях они оплатили ресторан и рассылали пригласительные. В случае, если суд придет к мнению, чтобы избрать вам более мягкое мероприщение, вы где будете проживать? На Волгоградской. На Волгоградской? А что там на Волгоградской? Квартира. Это она ваша? Чья квартира? Ну, общая. Общая с кем? Квартира семьи. Изначально все посчитали, что Володину было негде жить. Однако в суде он сообщил, у его семьи есть пустующая квартира. Но тогда появилось еще больше вопросов, для чего мужчина снимал другое жилье. Выяснилось, что обвиняемый ранее уже был судим за сбыт наркотиков. Что стало для него истинным мотивом для совершения убийства, выяснится в ходе дальнейшего следствия и предстоящих судебных тяжб.